Кормоуборочный комплекс В комплексе используется 6-метровая ротационная сжатка. На заготовке сенажа в работу включается 3- или 4-метровый подборщик. Комплекс оснащен бортовой информационно-управляющей системой, автоматизированной централизованной системой смазки, системой дозированного внесения консерванта. Машина обеспечивает кормозаготовку в сжатые сроки с идеальным качеством измельчения при высокой скорости проводки массы. При подготовке к работе проверьте уровень охлаждающей жидкости, уровень масла в двигателе, уровень масла в баке гидросистем, наличие топлива в баке и при необходимости дозаправьте. Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение цепных и ременных передач. Проверьте все наружные крепления, соединения гидроцилиндров с тягами и рычагами, а также со всеми трубопроводами гидравлических систем и их состояние. Проверьте состояние электрических жгутов, проводов и подсоединения аккумуляторных батарей. Установите всезащитные кожуха и крышки, закройте капоты, запустите двигатель. Навесьте на самоходный измельчитель в зависимости от вида предстоящих работ необходимый адаптер. Проверьте управление силосопроводом и козырьком. Проверьте включение главного привода. Внимание! Включение и выключение главного привода производите при частоте вращения коленчатого вала двигателя, не превышающей 1000 оборотов в минуту. Включение или выключение главного привода производите плавно, удерживая кнопку в течение 4-6 секунд. Проверьте управление адаптером. Прокрутите рабочие органы. Если все рабочие органы работают нормально и нет посторонних шумов, установите номинальные обороты и приступайте к работе. Навеска жадки для грубостебельных культур. Запрещается находиться в зоне подъема-опускания боковых секций жадки. Навеску жадки осуществлять в следующей последовательности. Жадка должна находиться на ровной горизонтальной площадке. Вынуть шплинт из фиксатора и отвести рукоятку, регулирующую положение крюков нижних ловителей жадки от фиксатора. Поднять рукоятку вверх в крайнее положение, при этом крюки нижних ловителей опустятся. Запустить двигатель, опустить питающий измельчающий аппарат и осторожно подъехать к жадке. Поднять питающий измельчающий аппарат так, чтобы ловители питающего аппарата вошли в кронштейны. При дальнейшем подъеме питающий измельчающего аппарата ловители должны охватить нижнюю трубу питающего аппарата. Заглушить двигатель. Примечание. В случае необеспечения охвата трубы питающего аппарата ловителями, отпустить гайки. Переместить ловители в пазах рамы до обеспечения охвата трубы питающего аппарата. При этом жадка должна быть несколько приподнята над площадкой. По окончании регулировки затянуть гайки. Повернуть рукоятку вниз, завести на фиксатор и вставить шплинт. При этом крюки должны охватить трубу питающего аппарата. Охват трубы питающего аппарата крюками достигается регулировкой длины тяги. После навески жадки обеспечить натяг в механизме фиксации. Внимание! Все регулировки проводить при неработающем двигателе и надежной фиксации механизма вывешивания. Взять из зип комплекса вал карданны и соединить вал редуктора привода адаптеров измельчителя с редуктором жадки. Внимание! Проверьте надежность фиксации обеих концевых вилок карданного вала. Концевые вилки карданного вала должны находиться в одной плоскости. Подключить разъемы гидросистемы подъема-опускания боковых секций к энерговыводам 1А и 1В измельчителя. Подсоединить жгут определения типа адаптера к электровыводу измельчителя. Подсоединить вал карданно-телескопически к валу редуктора привода адаптеров измельчителя и валу редуктора жадки. Перевести стойки в транспортное положение, зафиксировав на нижнее отверстие. Запустить двигатель, поднять жадку, поднять боковые секции. Заглушить двигатель, установить транспортное ограждение и зафиксировать упорами механизм вывешивания в транспортном положении. Запустить двигатель, дать звуковой сигнал и ехать к месту работы. Транспортное ограждение используется при осуществлении транспортных переездов с навешанной на измельчитель жадкой для грубо-стебельных культур. Навеска жадки для трав Навеску жадки осуществляйте в следующей последовательности. Установить тележку с жадкой на ровной горизонтальной площадке, подложив под задние колеса тележки с двух сторон противооткатные упоры. Освободить фиксаторы крепления жадки на тележке. Извлечь фиксатор фиксации рукоятки. Поднять рукоятку вправо-вверх. При этом крюки нижних ловителей опустятся. Запустить двигатель, опустить питающий измельчающий аппарат и осторожно подъехать к жадке. Поднять питающий измельчающий аппарат так, чтобы ловители питающего аппарата вошли в кронштейны переходной рамки. При дальнейшем подъеме питающий измельчающего аппарата ловители должны охватить нижнюю трубу питающего аппарата. Заглушить двигатель. Примечание. В случае необеспечения охвата трубы питающего аппарата ловителями, отпустить гайки, переместить ловители в пазах рамы жатки до обеспечения охвата трубы питающего аппарата. При этом жатка должна быть несколько приподнята над тележкой. По окончании регулировки затянуть гайки. Повернуть рукоятку вниз и зафиксировать фиксатором, при этом крюки должны охватить трубу питающего аппарата. Охват трубы питающего аппарата крюками достигается регулировкой длины тяг. После навески жатки довернуть стяжку, обеспечив натяг в механизме фиксации. Внимание! Все регулировки проводить при неработающем двигателе и надежной фиксации механизма вывешивания. Запустить двигатель и приподнять жатку над тележкой. Дать звуковой сигнал и осторожно отъехать от тележки. Снятие жатки с самоходного измельчителя производить в следующей последовательности. Запустить двигатель и поднять жатку в транспортное положение. Осторожно подъехать к транспортной тележке и опустить жатку на лонжероны. Заглушить двигатель и поставить под колеса измельчителя противооткатные упоры. Извлечь фиксатор фиксации рукоятки. Поднять рукоятку вправо-вверх. При этом крюки нижних ловителей опустятся. Опустить питающий измельчающий аппарат так, чтобы ловители питающего аппарата вышли из кронштейна в переходной рамке. Подать звуковой сигнал и осторожно отъехать от тележки с жаткой. Запустить двигатель и транспортировать жатку по назначению. Система защиты. Система защиты питающей измельчающего аппарата состоит из пульта управления, датчика металлодетектора, датчика камнедетектора и жгутов. Модуль управления питающим аппаратом находится в кабине комплекса и предназначен для управления питающе-измельчающим аппаратом, а также формирования команды экстренного останова привода вальцев питающего аппарата при получении от датчика металлодетектора сигнала об обнаружении феромагнитных предметов или от датчика камнедетектора об обнаружении твердых неферомагнитных предметов. датчик металлодетектора входит в систему, предназначенную для защиты измельчающего аппарата и снижения вероятности его повреждения феромагнитными, то есть железосодержащими, предметами. Внимание! Способность металлодетектора обнаруживать феромагнитные предметы во многом зависит не только от чувствительности датчика, но и размеров, формы, объема содержания феромагнитного материала в предмете, расстояние от предмета до датчика при прохождении в зоне обнаружения физико-механических свойств убираемых растений. В связи с этим изготовитель не может гарантировать обнаружение и задержание всех находящихся на поле посторонних феромагнитных предметах. На полях наиболее часто встречаются следующие феромагнитные предметы – зубья, граблин, подбирающих устройств и граблей, инструменты, стальная проволока, составные части ходовой системы тракторов и другие предметы. Перед началом уборочных работ, особенно вблизи от населенных пунктов и дорог, необходимо очистить поле от посторонних предметов. После срабатывания металлодетектора и остановки рабочих органов комплекс необходимо остановить, поднять адаптер, отъехать на несколько метров назад и включить реверс рабочих органов для удаления постороннего предмета из зоны обнаружения. После этого необходимо выявить и удалить посторонний предмет из питающего аппарата и адаптера или удаленный при реверсировании массы. После выявления и удаления с поля феромагнитного предмета работу можно продолжить. Если посторонний предмет не обнаружен, рекомендуется оставить засоренную посторонними предметами часть волка или стебле стоя убираемой культурой, проехать 2-3 метра, после чего опустить адаптер и продолжить уборку. Внимание! Поиск металлического предмета разрешается производить только после полной остановки всех вращающихся частей комплекса при неработающем двигателе и после включения стояночного тормоза. Проверка системы защиты. Для проверки системы защиты в режиме экстренный останов предварительно необходимо перейти в режим рабочий ход, затем кратковременно нажать кнопку экстренный останов на рукоятке управления скоростью движения. При этом питающий аппарат автоматически перейдет из режима рабочий ход в режим нейтраль. На экране терминала появится сообщение «Сработал датчик металлодетектора». Для проверки реакции металлодетектора на металл необходимо при неработающем двигателе включить режим рабочий ход. Соблюдая меры безопасности, внести в пространство между нижним и верхним передними вальцами питающего аппарата какой-либо феромагнитный предмет, например, стальную проволоку или болт массой 80 плюс-минус 5 граммов с поступательной скоростью 1,5-2 метра в секунду. При этом должны наблюдаться явления, описанные в предыдущем пункте. Для возврата системы в исходное положение необходимо нажать клавишу «Реверс». Защита не срабатывает в положениях «Реверс» и «Нейтраль». Установка чувствительности металлодетектора. В режиме «Нейтраль» питающего аппарата необходимо на экране терминала в соответствующем меню установить требуемую позицию чувствительности. Позиция чувствительности запоминается и сохраняется при выключенном питании. Для наиболее эффективного использования металлодетектора необходимо производить установку чувствительности для конкретного адаптера, стремясь к тому, чтобы чувствительность была максимальна. При этом необходимо навесить адаптер, установить максимальную чувствительность, восьмая позиция. Включить привод измельчающего барабана и режим «Рабочий ход». Если в течение 2-3 минут работы комплекса на максимальных оборотах двигателя не будет отмечено ложных срабатываний металлодетектора, то есть самопроизвольного останова вальцев питающего аппарата, то система готова к работе. В противном случае, понижая чувствительность, находят положение, при котором ложные срабатывания отсутствуют. При изменении длины резки чувствительность металлодетектора может также изменяться, поэтому после изменения длины резки необходимо произвести настройку чувствительности металлодетектора. Для эффективной защиты питающе-измельчающего аппарата необходимо на крупной резке работать на позиции металлодетектора не ниже пятой, на мелкой не ниже седьмой. При этом позиция чувствительности должна быть максимально возможной, при которой обеспечивается устойчивое протекание технологического процесса. В меню дополнительных настроек предусмотрен адаптивный режим работы датчика. В данном режиме датчик металлодетектора автоматически подстраивается под текущее условие работы и устанавливает оптимальную позицию чувствительности. Установка чувствительности датчика камня-детектора. Работа комплекса должна осуществляться при чувствительности датчика камня-детектора, обеспечивающей отсутствие ложных срабатываний и улавливания посторонних немагнитных предметов минимальных размеров. Регулировку в зависимости от конкретных условий уборки необходимо производить регулятором чувствительности, установленном на корпусе датчика камня-детектора. Поворот регулятора против часовой стрелки уменьшает чувствительность, но повышает устойчивость к ложным срабатываниям, а по часовой стрелке наоборот. К максимальной чувствительности соответствует индекс Т – трава, минимальной К – кукуруза. Середина шкалы соответствует средней чувствительности датчика камня-детектора. Для изменения длины резки необходимо в пункте меню «Установка длин резки» выбрать требуемое значение длины резки L. Длина резки может меняться от 6 до 24 мм в зависимости от количества ножей на режущем барабане. Можно также запомнить значение двух наиболее часто используемых длин резки L1 и L2. Для этого необходимо установить значения L1 и L2. Данные длины резки присваиваются соответствующим кнопкам L1 и L2 и могут быть быстро выбраны в процессе работы нажатием данных кнопок. Установка оборотов адаптера. Значение оборотов адаптера может изменяться как в фиксированном режиме, так и в адаптивном. В фиксированном режиме можно установить одно из значений оборотов адаптера от 400 до 750 оборотов в минуту с шагом 10 оборотов в минуту. При активированном адаптивном режиме работы адаптера его обороты автоматически согласуются с оборотами вальцев и не могут быть изменены. Запоминание положения силосопровода. Для удобства пользования и управления силосопроводом предусмотрено запоминание двух положений силосопровода. Для запоминания одного из них необходимо установить силосопровод в требуемое положение и удерживать выключатель силосопровод автоположение 1 пульта управления до подтверждения запоминания звуковым сигналом. Для запоминания второго положения необходимо установить силосопровод в требуемое положение и удерживать выключатель силосопровод автоположения 2 до подтверждения запоминания звуковым сигналом. При кратковременном нажатии на выключатель силосопровод автоматически переместится в запомненное положение. Управление навеской. Внимание! Для корректной отработки системы управления навеской, копирования, необходимо при каждой смене адаптера производить операцию переизучения датчиков системы копирования. Экран «Работа» предназначен для отображения рабочих параметров, наиболее актуальных для режима «Работа» — «Поле». Переключения между экранами транспортирования и «Работа» осуществляются кнопками влево-вправо и возможны вне зависимости от выбранного в данный момент режима работы комплекса «Дорога-Поле». В центральной части экрана «Работа» расположен индикатор положения навески, предназначенный для визуального отображения текущего положения навески, запомненных положений навески, режимов копирования, а также типа агрегатируемого адаптера. Положение навески на данном индикаторе условно определяется численной величиной, выраженной в процентах из диапазона от минус 20 до 100%. Величина 100% соответствует максимальной высоте подъема навески над землей. Величина 20% соответствует максимальному давлению адаптера на почву. Визуально положение навески отображается при помощи столбика индикатора, который нарастает вверх или вниз в зависимости от режима копирования. Шкала индикатора определяет допустимые зоны положения навески для различных режимов копирования. Большая горизонтальная линия на шкале соответствует уровню земли, то есть нулевому положению навески 0%, при котором высота ее подъема над землей равна нулю. Однако весь вес адаптера приходится на гидроцилиндры. Столбик индикатора может располагаться вверху или внизу относительно уровня земли. Если столбик индикатора вверху, то навеска приподнята над землей. Чем больше высота столбика, тем выше расположена навеска над землей. Если столбик индикатора внизу, то навеска оказывает давление на почву. Вертикальная шкала слева от столбика индикатора определяет зоны режима копирования рельефа, в котором посредством автоматики осуществляется поддержание высоты среза или давления на почву. В зависимости от поддерживаемой величины, режим копирования рельефа можно разделить на два подрежима. Поддержание заданной высоты среза, в данном подрежиме автоматика осуществляет копирование рельефа по щупам-копирам. Поддержание заданного давления на почву, в данном подрежиме автоматика осуществляет копирование рельефа под датчику давления в гидросистеме цилиндров навески. Часть шкалы копирования рельефа, расположенная над уровнем земли, соответствует зоне поддержания высоты среза. Величина зоны высоты среза составляет от 0 до 20%. Часть шкалы копирования рельефа, заштрихованная, расположенная ниже уровня земли, соответствует зоне поддержания давления. Величина данной зоны составляет от минус 20 до 0%. Маркер запомненного положения режима копирования рельефа указывает на положение навески, которое будет поддерживать автоматика при активации данного режима. Запоминание нового положения осуществляется при помощи кнопки «Положение 3. Установка автоконтура положения 2. Рукоятки ГСТ». Для этого сначала переключателем рукоятки ГСТ поднять навеску, опустить навеску, производится установка навески в необходимое положение в диапазоне от минус 20 до плюс 20%. Далее осуществляется непосредственное запоминание нового положения нажатием и удержанием кнопки «Положение 3. Установка автоконтура положения 2». При корректном положении навески в диапазоне от минус 20 до плюс 20% будет подан кратковременный звуковой сигнал и маркер запомненного положения режима копирования рельефа переместится в новое положение. Это говорит об успешном запоминании нового положения. Примечания. Для адаптеров, конструктивное исполнение которых не предусматривает установку щупов-копиров, запомненное положение режима копирования рельефа может быть задано только в зоне поддержания давления от минус 20 до 0%. При запоминании нового положения режима копирования рельефа в зоне поддержания давления можно ориентироваться на показания индикатора давления в гидросистеме силовых цилиндров навески. Включение режима копирования рельефа осуществляется кратковременным нажатием кнопки «Положение 3. Установка автоконтура положения 2». При этом автоматика начнет установку навески в запомненное положение данного режима. При включенном режиме копирования рельефа пиктограмма режима выделяется темным фоном. Кроме того, в строке информационных пиктограмм загорается соответствующая пиктограмма. Вертикальная шкала справа от столбика индикатора определяет зоны режима предварительной высоты, предназначенного для установки навески в начальное положение для выполнения определенных задач техпроцесса, например, разворота. Зона предварительной высоты расположена в диапазоне положений навески от уровня земли до максимального подъема от 0 до 100% и состоит из двух областей от 0 до 20% и от 20 до 100%. Как и в случае копирования рельефа, имеется возможность запоминания положения, отмеченные маркером, в котором автоматика будет выводить навеску при активации данного режима. Разделение зоны предварительной высоты на две области обусловлено наличием или отсутствием на различных типах адаптеров, щупов, копиров. Для адаптеров, на которых установлены щупы-копиры, например, кукурузная жадка, запоминание может осуществляться только в области от 20 до 100%, поскольку зона от 0 до 20% используется в режиме копирования рельефа. Для адаптеров, конструктивное исполнение которых не поддерживает установку щупов-копиров, например, подборщик, положение может быть запомнено во всем диапазоне от 0 до 100%. Запоминание нового положения производится аналогично режиму копирования рельефа. Сначала переключателем рукоятки ГСТ поднять навеску-опустить навеску производится установка навески в необходимое положение от 0 до 100% или от 20 до 100% в зависимости от наличия щупов-копиров у агрегатируемого типа адаптера. Далее осуществляется непосредственное запоминание нового положения нажатием и удержанием кнопки положение 2, установка автоконтура положение 1. При корректном положении навески будет подан кратковременный звуковой сигнал и маркер запомненного положения режима предварительной высоты переместится в новое положение, что говорит об успешном запоминании нового положения. Включение режима предварительной высоты осуществляется кратковременным нажатием кнопки 4, положение 2, установка автоконтура положение 1. При этом автоматика начнет установку навески в запомненное положение данного режима. При включенном режиме предварительной высоты пиктограмма режима выделяется темным фоном. Кроме того, в строке информационных пиктограмм загорается соответствующая пиктограмма. Индикатор положения навески содержит также информацию о типе адаптера определенном бортовой информационно-управляющей системой BIOS. Многие действия BIOS – управление оборотами адаптера, копирование рельефа, подсчет статистики по производительности выполняются в соответствии с тем, какой тип адаптера был определен. Если BIOS по тем или иным причинам не может автоматически определить тип адаптера, например, из-за повреждения электрических цепей опознавательного разъема, то на экран терминала будет выдано соответствующее сообщение, и BIOS примет установки адаптера по умолчанию. Однако в данном случае необходимо убедиться, что принятый тип адаптера совпадает с реально агрегатируемым. В противном случае необходимо обратиться к сервисным службам для корректного задания или устранения неисправности. Управление переключением передач. Внимание! Включение и выключение передач, первый и второй или нейтраль, производить на остановленном комплексе при работающем двигателе. Для включения первой передачи необходимо убедиться, что рукоятка ГСТ находится в нейтральном положении. Нажать и удерживать педаль тормоза. Нажать положение 1 переключателя на пульте управления. После включения первой передачи на экране терминала должна высветиться пиктограмма. Для включения второй передачи необходимо убедиться, что рукоятка ГСТ находится в нейтральном положении. Нажать и удерживать педаль тормоза. Нажать положение 2 переключателя на пульте управления. После включения второй передачи на экране терминала должна высветиться пиктограмма. Вторая передача предназначена для движения комплекса в транспортном режиме – дорога. При включении второй передачи автоматически отключается режим максимальной частоты вращения двигателя – МАКС-2000 в минуту. Для экономии топлива в этом режиме обороты двигателя больше 1500 оборотов в минуту установить нельзя. Примечание. Обороты двигателя в зависимости от включенного режима на пульте управления. Переключатель режим МИН – 600 оборотов в минуту, режим МАКС-2000 оборотов в минуту. Переключатель режим 1 – 1000 оборотов в минуту, режим 2 – 1500 оборотов в минуту. Если передача не включилась в течение 10 секунд, на экране терминала появится сообщение «Передача не включилась» за положенное время. Необходимо повторить включение передачи. Движение осуществляется следующим образом. Отключить выключателем на пульте управления стояночный тормоз. Отпустить педаль тормоза, дать звуковой сигнал, отклоняя рукоятку ГСТ в сторону направления движения. Начать движение. Если в процессе движения была нажата педаль тормоза, то для возобновления движения необходимо рукоятку ГСТ вернуть в исходное положение и включить необходимую передачу. Для включения нейтральной передачи необходимо нажать и удерживать педаль тормоза. Нажать положение нейтраль переключателя на пульте управления. После включения нейтрали на экране терминала должна высветиться пиктограмма. Если при включении передач первая, вторая или нейтраль на экране терминала высвечивается пиктограмма, это означает, что один из датчиков на коробке передач неисправен или передача не включена. Необходимо принять меры для устранения неисправности. Регулировка датчиков электромеханизма крышки заточного устройства. Для регулировки датчиков электромеханизма крышки заточного устройства, измельчающего барабана, необходимо в режиме «Сервис» выполнить операцию открытия крышки при помощи команды «Открыть крышку» в сервисном меню терминала. При этом крышка автоматически откроется. Необходимо обратить внимание, чтобы край крышки вышел за пределы окна. Выполнить операцию закрытия крышки при помощи команды «Закрыть крышку» в сервисном меню терминала. При этом крышка автоматически закроется. Необходимо обратить внимание, чтобы крышка полностью закрыла окно. Если эти условия не выполняются, необходимо путем регулировки датчиков электромеханизма крышки заточного устройства добиться выполнения вышеперечисленных условий. Регулировку датчиков выполнять при неработающем двигателе. Для проведения технического обслуживания питающе-измельчающего аппарата необходимо перекрыть кран гидропневмоаккумуляторов, демонтировать скобы фиксации питающего аппарата. Для этого растопорите контргайки и выверните упорные болты, после чего сдвиньте скобы по направляющим. Отсоединить гидравлическую муфту. Перевести питающий аппарат гидроцилиндром в положение технического обслуживания. Управление гидроцилиндром осуществляется кнопками на боковой панели площадки входа над левым передним колесом. После перевода питающего аппарата в положение технического обслуживания заглушить двигатель. После проведения технического обслуживания переведите питающий аппарат в рабочее положение, для чего выполните перечисленные операции в обратной последовательности. Регулировка зазора между отсекателем, поддоном и ножами измельчающего барабана. Зазор 4 мм устанавливается перемещением отсекателя. Зазор 2 плюс 1 мм регулируется изменением количества регулировочных прокладок при отпущенных болтах крепления поддона к раме и открученной пробке. Внимание! При регулировке зазора количество регулировочных прокладок справа и слева от измельчающего барабана должно быть одинаковым. Примечание! Допускается разница в количестве прокладок, но не более двух штук. Регулировки питающего измельчающего аппарата. Для повышения качества приготовления кормов, сокращения потерь времени на вспомогательные операции, повышения производительности кормоуборочного комбайна, уменьшения расхода топлива, была разработана автоматическая система заточки ножей и автоматической регулировки противорежущего бруса. Внимание! Это и все последующие сервисные операции, спитающие измельчающим аппаратом, возможны только при предварительно включенном режиме поля, приводе измельчающего барабана и нажатой кнопке «Сервис». Режим «Автоматическая заточка». Внимание! Перед заточкой тщательно очистите окружение заточного устройства, зону искрения, опасность пожара. Заточка режущих ножей барабана производится при помощи абразивного камня, закрепленного в специальном держателе. Гидромотор через цепную передачу перемещает брусок вдоль всей длины ножей определенное количество циклов, задаваемое в соответствующем меню терминала. Под одним циклом заточке понимается перемещение абразивного бруска вдоль всей длины ножей с последующим возвратом в исходное положение. В режиме «Автоматическая заточка» привод измельчающего аппарата должен быть включен. Обороты измельчающего барабана должны быть 900-950 оборотов в минуту. Абразивный брусок должен находиться в исходном положении, крайне правое положение по ходу движения. Для работы в режиме «Автоматическая заточка» необходимо в сервисном экране терминала установить требуемое количество циклов заточки, минимальное 1, максимальное 32, выбрать пункт «Меню начать заточку» и удерживать кнопку «Ввод» 2-3 секунды до момента появления сообщения о начале заточки. Крышка заточного устройства должна автоматически открыться и абразивный брусок заточного устройства должен отработать заданное количество циклов и остановиться в исходном положении. После этого крышка заточного устройства должна автоматически закрыться. В процессе заточки абразивный брусок постепенно стачивается и через определенное количество циклов заточки может износиться до уровня, при котором дальнейшая заточка уже невозможна. В этом случае при попытке начать заточку на экране терминала появится сообщение о необходимости пододвинуть или полностью сменить абразивный брусок. После возврата бруска абразивного в исходное положение информационное сообщение на экране терминала перестанет появляться. Режим «Автоматическая установка зазора». Автоматическая регулировка зазора между ножами и противорежущим брусом производится при помощи двух электроприводов, расположенных с двух сторон рамы измельчающего аппарата, которые при помощи микрометрических винтов перемещают противорежущий брус в положение, соответствующее оптимальным зазорам в режущей паре. Внимание! На резьбе микрометрических ходовых винтов скапливание пыли и грязи не допускается. При регулировке противорежущего бруса не должно создаваться никаких стуков. Чрезмерный шум может вызывать неправильное функционирование системы. Вылет ножей должен быть отрегулирован равномерно относительно поверхности цилиндра измельчающего барабана. Если вылет ножей с одной стороны больше, то противорежущий брус тоже установится с перекосом. Автоматическая регулировка противорежущего бруса осуществляется по ножу, имеющему максимальный вылет. Внимание! При автоматической регулировке оператор должен быть в кабине, двигатель должен работать, привод измельчающего барабана должен быть включен, обороты измельчающего барабана должны быть 900-950 оборотов в минуту, не должно находиться посторонних лиц в радиусе 30 метров. Для установки зазора между ножами и противорежущим брусом необходимо в соответствующем меню терминала выбрать требуемую величину зазора 0,3-0,8 мм, выбрать пункт меню «Начать установку зазора» и, удерживая 2-3 секунды кнопку «Ввод» дождаться начала операции установки зазора, отпустить кнопку. Электроприводы, расположенные по концам противорежущего бруса, должны по очереди отработать. После того, как необходимый зазор будет установлен, на экране терминала появится меню сервисных операций. Установка зазора окончена. Если при запуске системы установки зазора неисправны или отключены датчики удара, то на экране терминала появится сообщение о неисправности. Необходимо найти и устранить неисправность, после чего повторить операцию установки зазора. Внимание! В процессе автоматической установки зазора для экстренной остановки операции подвода бруса при появлении посторонних шумов дольше 3 секунд необходимо отключить кнопку «Сервис». Режим «Отвод бруса». Данный режим используется тогда, когда необходимо отвести противорежущий брус от ножей при техническом обслуживании и смельчающего аппарата. Для работы в режиме «Отвод бруса» необходимо нажать и удерживать пункт меню «Начать отвод бруса» до момента появления сообщения «Отвод бруса». Электродвигатели, расположенные по концам противорежущего бруса, должны по очереди отработать и зазор между ножами и противорежущим брусом должен увеличиться на 0,4 плюс-минус 0,1 мм. Если необходимо еще больше увеличить зазор, необходимо повторить первую операцию. Сброс счетчика пути. В процессе заточки и последующей установки зазора противорежущий брус может достигнуть максимально возможного положения. В этом случае при попытке начать процесс установки зазора на экране терминала будет выдано сообщение о соответствующей ошибке. Необходимо выполнить сброс счетчика пути и установить брус в исходное положение, а затем пододвинуть или полностью сменить ножей. Режим ручного открытия-закрытия крышки. Данный режим используется при проведении технологических настроек и обслуживании измельчающего аппарата. При заведенном двигателе, включенном приводе измельчающего барабана и нажатой кнопке «Сервис». Внимание! При работающем двигателе в режиме ручного открытия, закрытия крышки и в режиме ручная заточка допускается работа только при наличии оператора в кабине. При этом должна быть отключена, заблокирована трансмиссия. Включен выключатель электроблока управления трансмиссией. Приняты меры против отката, стояночный тормоз, противооткатные упоры. Операции вне кабины должны выполнять, соблюдая требования безопасности только помощник. Для ручного открытия-закрытия крышки необходимо. Для открытия крышки нажать соответствующую кнопку на внешней панели измельчителя на левой стороне по ходу движения. Для закрытия крышки нажать соответствующую кнопку на внешней панели измельчителя на левой стороне по ходу движения. Операцию открытия-закрытия крышки можно выполнить также из сервисного меню терминала графического. Режим «Ручная заточка». Внимание! Перед заточкой тщательно очистите окружение заточного устройства, зону искрения, опасность пожара. Данный режим используется при невозможности воспользоваться режимом «Автоматическая заточка» или при технологических настройках измельчающего аппарата при заведенном двигателе, включенном приводе измельчающего барабана и нажатой кнопке «Сервис». Для работы в режиме «Ручная заточка» необходимо открыть крышку в ручном режиме согласно предыдущему пункту, при заведенном двигателе обороты измельчающего аппарата 900-950 оборотов в минуту нажать и удерживать соответствующую кнопку на панели комбайна на левой стороне по ходу движения. После того, как брусок абразивный отработает нужное вам количество циклов, в момент нахождения камня в исходном положении отпустить кнопку «Ручная заточка», убедиться, что камень находится в исходном положении, закрыть крышку в ручном режиме. Внимание! При возникновении ложных срабатываний датчика металлодетектора после заточки ножей измельчающего аппарата очистить нижний передний валец от металлических частиц. Регулировки датчиков заточного устройства. Регулировка датчика положения бруска абразивного. При неработающем двигателе необходимо вручную установить брусок абразивный в исходное положение, крайнее правое по ходу движения. Установить датчик бруска согласно схеме. Регулировка датчика износа бруска абразивного. При неработающем двигателе необходимо вручную установить храповое колесо согласно схеме до размера 2-4 мм от края датчика. Отвернуть гайки и выставить размер 2 мм между торцем датчика и торцем зубо-храпового колеса. Затянуть гайки. При этих зазорах происходит срабатывание датчика и на мониторе терминала высвечивается команда «Износ бруска абразивного». Необходима переустановка бруска или его замена. Регулировка механизма поворота силосопровода. Для предотвращения избыточного износа червячного колеса необходимо Провести регулировку бокового зазора червячной передачи от 0,16 до 0,7 мм в следующем порядке. Привести червяк в беззазорное зацепление с колесом предварительным сжатием пружины. Завернуть стяжку до упора в кронштейн, после чего довернуть стяжку на 1,2-3,25 оборота. Гайку завернуть с моментом от 180 до 220 Нм относительно стяжки. Контроль регулировки величины бокового зазора, затяжку вышеуказанных резьбовых соединений производить не менее чем через 60 часов работы. При необходимости провести регулировку зазора и затяжку резьбовых соединений. Осевой люфт фланца не более 0,3 мм обеспечить удалением или установкой прокладок под болты. Осевой люфт корпуса обеспечить проворотом втулки, после чего застопорить ее гайкой, повернув гайку на 1,8-1,6 оборота относительно втулки. При выведении из зацепления червяка фланец должен вращаться свободно, без заеданий. После выполнения вышеуказанных работ проверить функционирование механизма поворота проворачиванием червяка с моментом не более 10 Нм при выключенном двигателе и включенных выключателей питания из секции гидроблока. Регулировка сходимости колес. Регулировку сходимости колес управляемого ведущего моста измельчителя КВК-01-50 производите следующим образом. Замерить расстояние между внутренними закраинами ободьев колес спереди на высоте центров и сделать отметки в местах замеров. Прямолинейно проехать вперед, чтобы отметки оказались сзади на той же высоте, вновь замерить расстояние между ними. Разность между расстояниями А и Б должна быть от 1 до 4 мм, причем расстояние спереди должно быть меньше расстояния сзади. Разность расстояний от отметок до оси качания моста должна быть не более 1 мм. Регулировку сходимости производить проворотом шарниров относительно тяг. Перед регулировкой шток гидроцилиндра выставить на размер 171,5 плюс-минус 0,5 мм. После регулировки гайки затянуть моментом от 250 до 300 Нм. Регулировку сходимости колес управляемого моста измельчителя КВК 0150-01 производить следующим образом. Замерить расстояние между внутренними закраинами ободи в колес спереди на высоте центров и сделать отметки в местах замеров. Прямолинейно проехать вперед, чтобы отметки оказались сзади на той же высоте, вновь замерить расстояние. Разность расстояний между отметками должна быть от 1 до 4 мм, причем расстояние В должно быть меньше расстояния А. Регулировку сходимости производить путем проворота трубы рулевой тяги. После регулировки сходимости гайки рулевой тяги затянуть моментом от 250 до 300 Нм. Регулировка транспортных фар. Для достаточного и безопасного освещения пути при движении комплекса в темное время суток большое значение имеет правильная регулировка света транспортных фар. Запрещается при транспортных переездах использовать рабочие фары. Регулировка производится по экрану следующим образом. Установите измельчитель самоходный, давление в шинах управляемых колес 0,18 мегапаскаля, ведущих колес 0,24 мегапаскаля на ровной горизонтальной площадке перпендикулярно экрану. В качестве экрана можно использовать стену здания. Расстояние между стеклами передних фар и экраном 10 метров. Включите свет выключателями и убедитесь, что в обеих фарах одновременно загорается дальний или ближний свет. Включите ближний свет, так как пятно ближнего света на вертикальной поверхности имеет довольно четкую границу из горизонтальной и наклонной линии. Точка пересечения этих линий точно соответствует центру светового пучка. Установите фары так, чтобы эти точки на экране находились на одинаковом расстоянии от оси симметрии измельчителя самоходного 0,9 метра. Высота расположения горизонтальной линии границы световых пятен должна быть на высоте 0,8 метра от опорной поверхности. После регулировки надежно закрепите фары. Регулировка ременных передач. Все необходимые регулировки ременных передач произведены изготовителем. Регулировки производить в случае замены одного из узлов и при вводе в эксплуатацию после хранения. Регулировка привода измельчающего барабана. Проверьте и при необходимости установите размер 17 ±1 мм перемещением шкива со ступицей и фланцем по валу измельчающего барабана, предварительно ослабив болты. Канавки шкивов должны быть расположены друг против друга. Допуск соосности канавок 2 мм. Регулировка осуществлять перемещением шкива со ступицей по валу, предварительно ослабив болты. Допуск параллельности оси ролика относительно оси шкива не более 1 мм. Регулировка осуществлять перемещением рычага по шпилькам гайками. После регулировки затяжку гаек производить моментом от 330 до 410 Нм. Гильзой обеспечить сжатие пружины до размера 363 ±2 мм. После регулировки гайку затянуть моментом от 400 до 500 Нм. Затяжку гаек специальных производить моментом от 140 до 180 Нм. Затяжку болтов производить в последовательности крест-накрест, обеспечивая равномерную затяжку моментом от 50 до 60 Нм, после чего болты застопорить от гибкой пластин. Зазор между гранью головки болта и отогнутой стороной пластины не более 0,5 мм. На поверхности перед установкой рычага нанести смазку Литол-24 через масленку до появления смазки на торцах. Регулировку зазора производить дополнительной установкой шайб между уголками щитка и кронштейнами рамы измельчителя. Разность размеров и по всей длине щитка не более 3 мм. Регулировка привода до измельчающего устройства. Допуск параллельности оси опоры относительно оси вала ускорителя выброса не более 1 мм. Регулировку, а также обеспечение размера осуществлять перемещением опоры по шпилькам гайками. Затяжка гаек моментом от 185 до 205 Нм. Размер обеспечить перемещением шкива со ступицей по валу ускорителя выброса. Болты затянуть в последовательности крест-накрест, обеспечивая равномерную затяжку моментом от 45 до 55 Нм, после чего болты застопорить от гибкой пластин. Зазор между гранью головки болта и отогнутой стороной пластины не более 0,5 мм. Канавки шкивов должны быть расположены друг против друга. Допуск соосности канавок 1 мм. Регулировку осуществлять перемещением шкива со ступицей по валу. Размер 76 плюс-минус 1 мм обеспечит перемещением ролика со ступицей по валу. Винты затянуть в последовательности крест-накрест, обеспечивая равномерную затяжку моментом от 20 до 25 Нм. Допуск параллельности оси рычага относительно оси вала ускорителя выброса не более 1 мм. Регулировку, а также обеспечение размера 76 плюс-минус 1 мм осуществлять перемещением опоры по шпилькам гайками. Затяжка гаек специальных моментом от 140 до 180 Нм. Гильзой обеспечить сжатие пружины до размера 107 плюс-минус 1 мм. После регулировки гайку затянуть моментом от 80 до 100 Нм. Масленку затянуть моментом от 3 до 4 Нм. На поверхности и перед установкой опоры нанести смазку ШРУС-4 или смазку номер 158М. Регулировка привода вентилятора. Допуск соосности канавок шкивов и ролика натяжного от 4 до 1,5 мм. Регулировку осуществлять перемещением прокладок с двух сторон шкива вентилятора. Натяжение ремня привода вентилятора осуществлять механизмом натяжения. Для этого необходимо открутить гайки и, вращая пружину, выставить размеры 44,5 плюс-минус 1 мм. Закрутить гайки. Регулировка привода компрессора. Допуск соосности канавок шкива компрессора и канавок шкива главного привода от 2 до 0,5 мм. Регулировку осуществлять перемещением компрессора с кронштейном. Натяжение ремней определяется прогибом на ветви шкив главного привода шкив компрессора кондиционера. Величина прогиба должна составлять 12,1 плюс-минус 0,5 мм и определяется приложением нагрузки 50 плюс-минус 5 ньютонов к середине ветви ремня. Регулировку осуществлять перемещением компрессора по пазу кронштейна. Регулировка цепной передачи привода каретки заточного устройства. Регулировка натяжения цепи производится болтом. Провисание цепи от 1 до 3 мм под собственным весом.